Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сегодня мы обсудим, когда и какую ягоду снимать на вино. Казалось бы, это элементарный вопрос, на который есть элементарный ответ. Снимать на вино нужно спелую ягоду. Но, к сожалению, у многих начинающих виноделов бывают затруднения с тем, как определить эту спелость. Не все понимают, что такое спелая ягода, какая она должна быть и какие здесь могут быть исключения. Соответственно, это все сегодня мы и разбираем. Вообще, что такое спелая ягода? Это ягода, которая набрала нужные нам кондиции по двум параметрам. По уровню сахара и по уровню фенольной зрелости, то есть по зрелости ароматических веществ. Уровень сахара мы определяем вот такой штукой, которая называется рефрактометр. Уровень фенольной зрелости мы определяем по косточке. Если косточка коричневая, полностью коричневая, значит виноград созрел. Если косточка не совсем коричневая, значит виноград еще не совсем дотянул. Есть отдельный ролик, посвященный этой теме. Там это все будет подробнее. Кому интересно, ссылку под видео в описании оставляю. И вроде бы казалось все просто, но у начинающих виноделов на самом деле возникают с этим вопросы. Во-первых, не у всех есть такая штука. И когда человек только собирается делать вино, вряд ли он идет в магазин и покупает какие-то устройства. Чаще всего, ой, у меня есть какой-то виноград, да, который мы много лет ничего с ним не делали, да, и вы кушали птички. А тут мы решили с него сделать вино. Ой, слушай, тепло, солнечно, пошли ягоду сняли, что-то с ней сделать. Нет, вот так это не работает. Потому что, повторю, для вина ягода должна быть спелой за редким исключением некоторых специальных вин, но о них мы сегодня говорить не будем. Значит, если у нас нет никаких устройств, мы ничего не понимаем, то первая ягода по ощущениям должна быть, ну, более-менее сладкой. Она может быть сладкой и кислой. Это, в принципе, принимается. У нее должна быть коричневая косточка. Об этом мы уже сказали. И берем ягоду и сильно-сильно ее жуем, особенно разжевываем шкурку. В шкурке не должно быть травянистых тонов, таких вот не совсем приятных. Если это все совпало, замечательно, можем ягоду снимать. Если что-то из этого не получается, смотрите, у нас вроде коричневая косточка, да, даже, может быть, по этой штуке достаточно хороший сахар, ну, вот ягода кислая на вкус. Это бывает и для многих сортов, это вообще нормально. Чаще всего у нас проблема возникает с сортом Изабелла или Альфа. Вот с ним мы работать не умеем, да, тем не менее работают многие по народным рецептам. Налей воды, досыпь сахара, ну, получи, простите, какую-то брашку. И с этими сортами можно работать, и из них можно сделать нормальное вино. Но дайте этой ягоде созреть. Вот уже сейчас, в принципе, в начале сентября идут комментарии, ой, у меня там Изабелла плохо бродит, она не забродила и так далее. Какая Изабелла в начале сентября? Но она еще зеленая, понимаете, зеленая, она не созрела в принципе. Это сорт поздний. Открываем в интернете характеристики и считаем. Истинная Изабелла 160 дней. 160 дней. Я могу, конечно, ошибаться в цифрах, но вот если мне не изменяет память, то это 160. Ладно, пусть будет 140. У нас то, что 115-120 еще не совсем дотянуло, понимаете? А мы уже поздний сорт, его в октябре собирают, его в ноябре собирают. А не сейчас. Дайте ей повисеть. Если ягода синяя, это не значит, что она зрелая. Вот, пробуем. Хотя бы на вкус. Но если вы ощущаете, что она кислая, дайте ей повисеть. Единственное исключение, когда мы понимаем, что у нас сейчас вот завтра пойдут дожди, причем пойдут дожди такие недели на две, и скорее всего, что эта ягода сгниет. Либо там завтра уже придут холода, и тоже уже с этой ягодой ничего не будет. Тогда мы ее можем снимать. Но если мы понимаем, что у нас сорт поздний, не надо его драть раньше времени. Дайте ему повисеть. И смотрите еще какой момент. Это касается, кстати, северных регионов. У нас может быть хороший сахар, у нас может быть коричневая косточка и опять же высокая кислота. Есть сорта, которые вот эту кислоту, кстати, к ним относятся и та же Изабелла и Альфа. Они сбрасывают поздно. Для того, чтобы эта кислота уходила, им надо тепло. И опять же, поэтому, если у нас погода позволяет, если она нормальная, теплая, вот у нас в Беларуси еще синоптики нам обещают как минимум полторы недели таких вот градусов 25. Зачем снимать эту ягоду? Ну для чего? Даже если она уже дошла до кондиции, мы, да, будем кое-что снимать просто для того, чтобы по времени разделить. Многие сорта будем пробовать ставить отдельно, и чтобы все это не в одно время, у нас маленький ребенок. Нам сложно, да, со временем. Поэтому мы вот часть, то, что уже дошло, там и хороший сахар, нам уже поуходила кислота, это ягода, с которой можно работать. Если же время позволяет, пусть она висит, пусть она максимум набирает на кусте. Даже в случае, если там нормальный сахар, да, и уже есть фенольная зрелость. Но если вы понимаете, что вам уже, в принципе, сахара достаточно, там 25-27, да, да, бывает и такое, при этом ягода ощущается как кислая. Ну, тогда с такой ягодой можно работать. И тоже ей не надо вода и сахар. Все, если мы хотим делать вино, пожалуйста, про воду и сахар забываем. Если вы хотите воду, сахар, потому что Вася сказал, ну, работайте с Вася. Еще раз, вода и сахар, это не про вино. Если сахар еще допустим, то вода, ну, все, все, все это табу. То с такой ягодой уже можно работать, потому что кислота, вот эта, которая как бы должна уйти, она будет тоже переходить в сахар. Если мы понимаем, что вот нам сильно крепкое как бы не надо, ну, тогда можно такую ягоду снять. Будем работать с кислотой. Будет еще ролик, я каждый сезон, не знаю, мне кажется, что теме кислоты посвящено наибольшее количество видеороликов. Но будем еще и в этом сезоне говорить. Но опять же, если вы любите крепкие вина, если вы любите насыщенные вина, так вам вообще хорошо. Ну, высокий сахар, замечательно. Погода позволяет, возможности позволяют, да пусть эта ягода висит до октября, до ноября. Ну, главное, чтобы позволяло ее санитарное состояние. То есть, чтобы она не трещала и не загнивала. Все. И чтобы не шли там массовые дожди. Если у нас один дождик пройдет, ничего страшного. Все, пусть эта ягода висит. Даже мы несколько лет было так, что вот смотришь, плохая погода в такой делине, снимать, не снимать, снимать, не снимать. Снимем. Снимаем. Через пару дней настаёт там недели полторы-две такого хорошего бабьего лета. И думаешь, ну зачем? Снял. Пусть бы она еще висела и набирала свои кондиции. Поэтому вот всегда говорю во всех роликах про виноделие. Самое главное – это выдержка. Но не вина. Вина, конечно, тоже. А виноделие. Вот в том числе и в ягоде. Не спешите ее снимать. Не рвите ее зеленым. То, что она посинела, вот особенно синих сортов касаясь, это не значит, что она созрела. Она созрела тогда, когда у нее коричневая косточка. Пришла тут ко мне помощница помогать. Узнать, что тут хозяйка делает. И так вот, ягода созрела тогда, когда созрела косточка. Ягода созрела тогда, когда есть нужный уровень сахара. Но про уровень сахара мы с вами буквально недавно обсуждали, что может случиться так, дождик пошел, уровень сахара размылся. Опять же, есть возможность подержать нить ягоду на кусте. Держите. Уровень сахара восстановится. Уже если возможности нет, и мы понимаем, что никаких вариантов, да, тогда такую ягоду мы снимаем. Если ягода потрескалась, такую ягоду мы снимаем. Если ягоду едят осы, если листовертка, ягода загнивает, да, такую ягоду, но мы понимаем, что не можем мы ее держать больше на кусте. Тогда снимаем. Если можем, значит держим. Посмотрим на наглядном примере. Это у нас нитуран. Сахар у него не очень высокий. 18, но для него это в принципе норма. И смотрите, косточка коричневая. Чуть-чуть вот пупсик зеленоватый. Можно было, конечно, к этому придраться. То есть в идеале косточка должна быть полностью коричневая. Но, опять же, я беру рожевую полностью ягоду, полностью шкурку. Шкурка у него такая, как-то вишня, может, что-то еще вишневый лист. Ну, такое. Но не травянистый тон, нет. Нормальная вкусная шкурка. То есть там нет таких вот неприятных посторонних тонов. И начинает немножко ягодка увяливаться. Поэтому мы принимаем решение снимать. Если бы ягода не увяливалась, можно было бы еще повисеть. Ну, в принципе, да, если по нашему режиму, по нашему расписанию мы хотим снимать, то вроде не самый высокий сахар. Но есть фенольная зрелость. Да, есть коричневая косточка, есть вызревшая шкурка, вызревшая ароматика. И вполне с таким сахаром можно работать. Особенно, если мы любим стилистику легких вин. И второй пример. Муку за ней. Сахар почти 22. Но я жую шкурку, и там какие-то еще такие нотки. Ну, не очень. У меня есть немножко такая трава. Поэтому муку за ней еще повисит. Как по сахару, по мне, уже можно было снимать. Мне вот с таким сахаром работать достаточно. Но еще нет фенольной зрелости. Немножко ягодки надо подтянуться. Поэтому мы ее оставляем висеть. Самое главное, что я вам хотела сказать в сегодняшнем ролике. Пожалуйста, не спешите. Дайте ягоде набрать ее кондиции. Дайте ягоде набрать ее параметры. И ваше ожидание, ваше терпение обязательно будет вознаграждено. Самые важные параметры, я вам сказала. Но да, бывает, что они не идут бок о бок. И даже если у нас коричневая косточка, но уровень сахара нужный не набрался, дайте еще повисеть, если погода позволяет. Даже если у нас есть нужный уровень сахара, но косточка еще не дозрела, дайте ягоде еще повисеть. И третий случай. Даже если у нас уже более-менее уровень сахара, с которым можно работать. Даже если у нас коричневая косточка, но вы чувствуете много кислоты, и вы ее боитесь, я не боюсь. Я знаю, умею и могу работать с такой ягодой. Но если вы боитесь кислоты, и погода позволяет, дайте ягоде еще повисеть. И тогда ваше терпение будет вознаграждено. И вы получите хорошее вкусное вино, которое будет вам приятно. Оно будет созревшим, оно будет ароматным, и оно будет вас радовать. Самое главное, не спешите. Срезать такую ягоду, которая еще не совсем набрала свои кондиции, нужно только в исключительных случаях. Когда нам не позволяет погода, и когда нам не позволяет ее санитарное состояние. И еще один момент. Обращайте внимание на сроки созревания винограда. Если вот вам кажется, что он вроде бы готов, но это сорт поздний, опять же, не спешите. Но я вам желаю отличной погоды. Я желаю, чтобы ваша ягода дозрела. Ну и вот-вот начнем делать вино. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео. Ссылка на плейлист азбука домашнего виноделия. Также ссылка на каталог наших сортов винограда и контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok